Привет, ребята! Меня зовут Скинидеев. Я вас всех поздравляю с наступившим 2016 годом, со всеми праздниками, которые вы отмечали. Ну, типа, всего хорошего вам и так далее. Давно мы с вами не виделись. Решил выпустить очередной эпизод блога. И только недавно, пока готовился к этому эпизоду, понял, что вот этим самым выпуском начинается третий сезон моего блога. Потому что уже 24 выпуска позади. Два сезона позади. Это первый выпуск третьего сезона. Что буду рассказывать сегодня? Ну, подводить итоги ушедшего года я не буду, потому что это довольно скучно, особенно вам, слушать все эти росказни. Наверное, коротко сравню праздники здесь и праздники в России. Я думаю, самое разительное отличие в том, что здесь люди очень мало отдыхают. Например, в Рождество, когда люди... Самый большой праздник в году здесь, ну, помимо там национальных всяких дней независимости, это Рождество, а не Новый год. Рождество отмечают более так пышно. В основном люди на Рождество не работают в сам день Рождества и, возможно, на следующий день. И, собственно, это все выходные, которые у них есть, если, конечно, вот день, ну, Рождество не попадает на какую-нибудь пятницу, за которой следует два выходных дня. А в основном люди, конечно, не уходят в запой на 14 дней, вот. А выходят на работу через пару дней после того, как они отметили самый яркий и пышный праздник года. И никто не жалуется, все как бы довольны. Ну, вот как-то так. Еще одно отличие. Новый год здесь отмечается тоже, как мне сказал один американец. Новый год это тоже довольно веселый и большой праздник. Но разница в том, что Рождество это семейный праздник, где люди ведут себя более-менее культурно. То, как вот он сказал, на Новый год народ напивается. Но, опять же, напивают все на сутки не более. 31 декабря здесь бывает коротким днем. То есть, может, там, какая-то контора проработать полдня и отпустить сотрудников. На следующий день вроде как не требуется появляться на работе. То есть, следующий день, 1 января, выходной. А второго, если по графику рабочий день, а не суббота или воскресенье, все работают. И, опять же, никто не жужжит, не хватается за голову и так далее. Я думаю, что это довольно неплохо, когда народ работает много. И думаю, что в России тоже как-то надо, наверное, что-то так как-то подсократить праздники. Потому что это даже негуманно по отношению к людям, чтобы держать их в состоянии алкогольного опьянения в течение, там, 10 дней. А потом после короткой передышки еще и майские, там, еще, еще 5 дней на майские дать. Ну, в общем, ладно, это все философия. Вот, в общем, такая вот разница между праздниками в США и праздниками в России. И если все это перекладывать на сферу музыки, так как я все-таки о музыке рассказываю, то... Вот, недавно посмотрел интервью Земфиры... Ой, тут собаки сбежались. Недавно посмотрел интервью Земфиры с Владимиром Познером. И он у нее спрашивает, а в чем вот секрет? Почему, говорит, вот в Англии люди так живут хорошо, а в России, ну, не так хорошо, скажем так? Вот, и она предположила, что... Просто потому что они очень много работают как раз. И привела в пример свою группу. Дело в том, что перед своим туром она решила набрать коллектив из английских музыкантов. Вот, они, типа как, сейчас в Москве с ней готовятся вместе к вот туру, который она собирается проехать. И она рассказывает, что они приезжают на репетицию за 2 часа до ее появления. То есть за 2 часа до ее появления они уже репетируют. И потом, после того, как они заканчивают вечером, она уезжает как лидер коллектива, а они продолжают репетировать еще там на протяжении какого-то времени. И она удивляется, потому что ее все считают трудоголиком и деспотом. Она удивляется, что российские музыканты вот жалуются на то, что она вот так их мучает постоянными репетициями. А англичане умудрились загнать даже ее. То есть даже ей тяжело с ними как-то тягаться в плане работоспособности. Я не знаю, в этом ли корень успеха европейцев и американцев, и в этом ли корень не успеха российских музыкантов. Но как один из вариантов, по-моему, жизнеспособны. Да, я думаю, что если вы будете больше работать над вашей музыкой, то и успешнее станете. Простая такая аксиома. Тут я сразу оговорюсь, что... Блин, извините, друзья, там, короче, мы стоим напротив дома, где живет раз, два, три, четыре, пять штук шесть маленьких собак, которые сейчас отрабатывают, собственно, свой хлеб, лают на нас. Типа, ну, порядок наводится, чтобы мы тут не терлись. Ну, ладно. Я хочу сразу оговориться, что только вот не надо меня обвинять в том, что я говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, сравниваю, там, Россию, США, там, и Англию. Я вообще, как бы, стараюсь не говорить, что где-то плохо, а где-то хорошо. У меня такой какой-то трезвый взгляд на все и так далее. Так что не надо. На всякий случай, если у кого-то там патриотические чувства проснутся, вы эти патриотические чувства где-нибудь, это, в другом месте там выплескиваете. О чем будет этот сезон блога? Этот сезон блога будет приблизительно о том же самом. Единственное, что выпуски не будут выходить так часто, просто потому что постоянно кормить вас скучной информацией не хочется. Я лучше буду делать выпуски реже, но как-то более-менее интересными пытаться их сохранять. Первые несколько эпизодов я планирую посвятить рассказу о сотрудничестве с местной группой. Они наконец-то ко мне в городе Атланта, в которой очень много рэперов и всяких таких подобных музыкантов, наконец-то здесь ко мне пришли металлисты, которые будут записывать злую музыку. И они согласились, чтобы я им помог и сделал продакшн этого альбома, начиная с этапа записи и заканчивая сведением и мастерингом. Вот я буду вам отчитываться о том, как это происходит. И, пожалуй, помимо того, что я буду рассказывать вот об этих ребятах, буду делать периодически такие короткие, скажем так, мастер-классы. Буду показывать, как, например, записать вокал и не облажаться, например. Ну, так коротко, в течение трех минут буду перечислять правила того, как это делается в основном. То есть, общие какие-то сведения буду давать. Что еще, что еще? Ну, вот, собственно, вот так. Часто выпуски не ждите, но совсем прекращать вести блог я не собираюсь. Он будет существовать. Вот. Просто я очень хочу, чтобы он продолжал быть интересным для вас. И у меня... Да, следующий выпуск будет как раз вот посвящен рассказу о той группе, которая ко мне пришла делать злой металл. И в следующем выпуске будет короткая инструкция о том, как что-нибудь там записывать. У меня к вам такая просьба. В комментариях напишите, пожалуйста... В комментариях к этому видео напишите, пожалуйста, о чем бы вы еще хотели знать. Не зацикливайтесь только на музыке, хотя я понимаю, что блог в основном об этом. Ну, мало ли, может быть, вам что-то еще интересно. Как получить автомобильные права там или что-то еще. Вот. Не говорите только, ну, не пишите слишком широко, например, там, как мне сделать карьеру и состариться в трехэтажном особняке. Нет. Ну, то есть какие-то такие вот практические вещи пишите. Я постараюсь о них тоже рассказывать, если что-то буду знать. Это поможет мне находить темы для новых выпусков. На этом все. Первый выпуск третьего сезона видеоблога с Кенни Дэйва о том, как он уехал в Америку, чтобы заниматься здесь музыкой, подходит к концу. Мы с вами увидимся в следующий раз, возможно, через пару недель, может быть, скорее. Оставайтесь на связи, не пропадайте. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и что там, это обычно в таких ситуациях делается. Все, друзья, всех с Новым годом. Еще раз увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok